Сегодня я хотел бы вернуться к экономике. Понять, не слишком ли далеко наши разговоры ушли от экономических реформ. Нет ли простых и понятных решений в экономике, которые можно было бы осуществить без политических изменений. Об этом мы поговорим с известным российским экономистом Сергеем Алексашенко, бывшим заместителем министра финансов, бывшим заместителем председателя Центрального банка. Сергей Гуриев. В программе «Что же делать?». Сергей, большое спасибо, что ты нашел время, чтобы обсудить первые шаги экономической политики, когда возникнет окно для реформ. Я бы хотел начать наш разговор с вопроса о том, как ты себе представляешь оптимальное устройство российской экономики, к чему мы должны стремиться, какую экономику мы должны построить. С точки зрения того, как должны быть устроены рынки, роль государства, на какую экономику ты хотел бы, чтобы была похожа российская экономическая система. Привет, Сергей. Слушай, вот ты задаешь вопрос, на который, честно говоря, у меня ответа нет. Потому что на какую экономику я хочу, чтобы была похожа Россия, ты знаешь, что-то хочу, чтобы была американская. Вообще, мне нравится многое в американской модели и страны устройства, и экономики, потому что, во-первых, это большая страна, это федерация, реальная федерация, с большим распределением полномочий, где экономическая активность разбросана по большой части страны, а не сконцентрирована в одном отдельно взятом городе, где есть свобода и предпринимательство, ну, в общем, где инновации, что называется, бьют ключом, и страна, которая притягивает интеллект, мозги со всего мира. Мы хорошо понимаем, что когда ты говоришь, какую экономику строить, ну, в общем, это экономика 21 века, может, даже 22 века, основанная на знаниях. То есть, да, конечно, там сырьевая база – это хорошо, да, конечно, промышленность – это важно и нужно, но все-таки экономика будущего – это экономика знаний. Поэтому, конечно, я очень много хочу взять от Америки. Но, с другой стороны, прожив в Америке несколько лет, я понимаю, что страна страшно все-таки тоже забюрократизирована, что в ней есть куча своих, ну, скажем, негативных моментов, да, и мне бы, например, хотелось что-то взять от Финляндии, мне бы хотелось что-то взять от, не знаю, от Китая, например, да, мне бы хотелось что-то взять, ну, не знаю, знаешь, на самом деле, хотелось бы даже что-то взять от Украины, я вот здесь разбираюсь, и, знаешь, как Украина, это не Россия, есть много различий. Но, в принципе, вот если говорить такую основу, конечно, я бы хотел, чтобы экономика России была похожа на американскую, с низким участием государства, с большой свободой для предпринимателя, и экономика, которая взаимодействует со всем миром, экономика, страна, которая привлекательна для всего остального мира. Спасибо. Ты знаешь, ведь, что американскую экономику много критикуют за то, что в ней роль государства, возможно, существенно ниже, чем в скандинавских странах, чем в нордических странах, таких, как ты упомянул, Финляндия, и это приводит к тому, что большая часть населения страдает от глобализации, уровень неравенства растет, и это приводит и в том числе к тому, что к власти приходят популисты. Тебя не смущает то, что, в отличие, скажем, от той же Финляндии, в Америке слишком слабый уровень социальной защищенности? Смущает, но я очень хорошо понимаю, что Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды – это маленькие страны, Сингапур, и то, что хорошо Юпитеру, дальше не очень хорошо. И поэтому мне кажется, что не все модели, которые работают в маленьких странах, они могут работать в больших странах. В Финляндии – это страна, где живет 5 миллионов человек, из них практически полтора миллиона живет в районе Хельсинки. Ну, а если ты возьмешь еще Тамбери и Турку, ну, это вообще уже за 2 миллиона. То есть вот 40% населения живет в городах. А города, они очень большие, компактные, конечно, они все-все знают. И страна, в которой ты знаешь любого человека через три рука пожатия, конечно, в ней социальные связи и взаимодействие построены по-другому. Все-таки мне кажется, что Россия – страна большая, больших стран не очень много. Америка, Канада, Бразилия, Китай, ну, вот, собственно, там Мексика, может быть, Индия. Ну, вот большие-большие географические, большие по территории. Не знаю, может, Индонезия там большая. И поэтому все-таки мне кажется, что вот Финляндия может быть унитарным государством. В принципе, то, что там хорошо для городков, поселений около Хельсинки, будет то же самое хорошо для Ровниеми и для Оуна. Там разница, по-моему, не очень большая. Мы с тобой хорошо понимаем, что то, что хорошо для Москвы, ну, для Якутска точно не годится. Да, и уж точно не годится для Северного Кавказа. И поэтому вот построить такую достаточно унитарную, равномерную, социально обеспеченную, доступную, равную, с минимальными различиями страну, мне кажется, что вот в России, в Америке, ну, невозможно. Да, я не к тому, что не нужно стремиться к повышению уровня социальной защиты. Это, в принципе, в Америке же идет большая дискуссия, да, и она идет и справа, и слева. На этом вопросе нет ответа. Как правильно построить социальную систему защиты? Как сделать так, чтобы вот бедных могли, ну, не знаю, там, что бедных стало меньше? Понятно. Я понял, что, отвечая на мой вопрос, ты сразу стал говорить не только о социальной защищенности и равенстве, возможно, доходов или возможностей, но и о уровне федерализации страны. И ты упомянул несколько стран, которые тоже являются большими странами, являются федерациями, но, в принципе, есть большие страны, которые являются федерациями, у которых гораздо выше уровень социальной защиты. Конечно, Канада и Австралия по населению – это гораздо меньшие страны, чем Россия или Америка. Но по территории, на самом деле, и Канада и Австралия имеют примерно ту же самую территорию, что и Америка при этом являются федерациями, и при этом являются гораздо более социальными государствами, чем Соединенные Штаты. И социальный контракт в этих странах устроен действительно по-другому, не так, как в Америке. В этих странах есть и система здравоохранения, которая защищает всех, и гораздо более высокий уровень социальной защиты. Насколько ты думаешь, действительно, сам размер населения страны приводит к тому, что мы неизбежно столкнемся не только с межрегиональными различиями, но и различиями между людьми и возможностями людей? Насколько это, на самом деле, предопределяет то, что Россия будет похожа, скажем, на Америку, а не на Канаду или Австралию? Ну, мне кажется, что Россия – страна где-то 130 народностей, и понятно, что она культурно, этнографически, социально отличается от Канады неимоверно. Все-таки Канада – это моно-страна, при том, что есть там франкоязычные провинции, но, в принципе, страна достаточно монолитная с точки зрения населения. Ну и вообще, давай честно говорить, что 90% населения Канады живет в 50-ти, по-моему, мильной зоне от границы США. Ну, то есть очень компактная страна, потому что территория большая, но вот таких проблем, как, условно говоря, город Норильск, город Петропавловск-Камчатский, город Якутск, город Магадан, ну и дальше по списку, да, где там только самолетом можно долететь, ну, в Канаде таких проблем, конечно, не существует. Вот. И мне кажется, что вот такая большая культурная, исторически-экнографическая разница российского населения, разные обычаи, разные принципы жизни, она будет обусловливать то, что если не давать достаточно большой свободы в принятии решений, то, ну, получается вот такая вот вертикаль власти путинская, да, когда всех пытаются выстроить под одну гребенку, все еще утверждают, что у них все одинаково, ну, на самом деле, нигде эта одинаковость не работает, все работает плохо. Вот. Но еще, мне кажется, знаешь, все-таки, ну, говорить вот сейчас о том, как в России должна быть построена система социальной обеспеченности, чтобы минимизировать уровень различий в доходах, ну, все-таки рановато. Слишком слабая, слишком бедная у нас экономика. Вот. Чтобы... Как бы мы сейчас не начали перестраивать, чтобы мы сейчас с тобой... О чем бы мы сейчас не договорились, страна, в которой, ну, там, по данным Росстата, четверть ВВП производится в очень ограниченном круге сырьевых... Секторов-сырьевых экспортеров, и где концентрация собственности безумно высока, понятно, что вот неравенство в доходах будет сохраняться в очень долгое время. Вот именно такое большое. Ну, либо ты должен идти по пути повышения, резкого повышения налогового давления, и тогда у тебя экономика становится неконкурентоспособной, да, либо ты медленно-медленно-медленно, не знаю, там, 2-3-4 десятилетия движешься в сторону того, что у тебя возникают другие сектора. Просто в экономике, где у тебя ничего нет, кроме сырья, там, вся экономика построена, что ты производишь сырье, потом его увозишь за границу, потом на вырученные деньги завозишь импорт, разводишь по всей стране, а дальше у тебя есть, там, железная дорога, труба, банки, и местная промышленность в виде сельского хозяйства, военно-промышленный комплекс и государственный сектор, ну, вот, ну, в этой экономике неравенство доходов, ты обречен на неравенство доходов, потому что, условно говоря, ты не можешь сделать, не знаю, там, для крестьян какой-нибудь Кировской области, Тамбовской области, не знаю, там, для жителей Якутии тот же уровень доходов, когда там нет экономики. Ты приезжаешь, ну, в Тыву, ты приезжаешь в Горный Алтай, и ты понимаешь, что люди живут, ну, так, я не скажу, что совсем натуральным хозяйством, но очень близко к этому, да, и очевидно, что, там, поднять уровень жизни жителей Горного Алтая до уровня Москвы, ну, или хотя бы половины Москвы, ну, это задача точно совершенно не одного, не двух президентских сроков. Я с тобой согласен, безусловно, если мы говорим о том, что российский доход на душу населения должен вырасти в несколько раз, то это означает, что этот рост будет в несырьевом секторе, потому что добывать нефти в разы больше мы не будем, они вырастут больше в разы, скорее всего, они будут снижаться в ближайшие 10-15 лет. Поэтому, конечно, новая экономика должна создаваться в других секторах, и это, конечно, займет время. Тем не менее, раз ты упомянул налоги, и в том числе налоги на собственников сырьевых предприятий и сотрудников сырьевых предприятий, давай действительно поговорим о том, как ты видишь налоговую систему в будущем России. Нравится ли тебе плоская шкала? Как ты думаешь, должно быть устроено налогообложение сырьевой рентой и вообще сырьевой отрасли? Нужно ли вводить существенные налоги на богатство и наследство? Что ты думаешь по этому поводу? Я знаю, что так как ты живешь в Америке, то наверняка следишь за дискуссией, которая идет там, в том числе среди так называемых демократических социалистов о налоге на богатство. Ну, посмотри, давай сразу скажу, что идея налога на богатство мне не очень нравится, потому что эта идея сенатора Уоррен 2% от твоих совокупных активов по итогам года ты должен отдать государству. Ну, эта идея, мне кажется, такая, знаешь, она, конечно, не совсем образца 1917 года, но точно совершенно не очень понятно, почему люди, создавая компанию, создавая бизнес, да, и почему они должны отдавать часть бизнеса, даже если это, в принципе, нереализованный доход, да, то есть ты берешь того же самого Джеффа Безоса, основателя там, CEO Амазона, у него основные его, ну, собственно, активы, это акции Амазона, и он их не продает, он их продает только для того, чтобы, условно говоря, развивать свой космический проект. Вот почему ему нужно, там, его нужно заставлять, знаешь, там, прошло, там, не знаю, там, 10 лет, он продал по 2%, и его пакет в Амазоне снизился, не знаю, в два раза, и там возникли акционеры-конкуренты, активисты, да, и его там свергли, и вместо бизнеса появился на главе Амазона другой человек. Но я не уверен, что это пойдет на пользу Амазону и пойдет на пользу американской экономики. Если мы вернемся к России, то смотри, в принципе, ну, никаких радикальных изменений, вот там, этот налог убрать, этот налог ввести, мне кажется, делать не надо, потому что принципиально налоги должны остаться те же самыми. Плоская шкала мне нравится. Россия выступила лидером в этом направлении, она первая вела плоскую шкалу подоходного налога, и мне кажется, что вот эта путинская попытка отказаться от него, ну, причем не очень внятная, да, потому что введение второй ступени с разницей в 2%, ну, это смешно, да, и мне кажется, что я не вижу ничего страшного, например, в том, чтобы пойти на повышение уровня этой ставки, там, с 13% до 15%, может, даже до 18%, но с одновременным заметным повышением необлагаемого минимума. Да, ведь просто сегодня, ну, давай признаем честно, что в России практически нет необлагаемого минимума, и в этом отношении, поэтому нет прогрессии. Если ты будешь необлагаемый минимум, ну, хотя бы на уровне, там, медианного дохода, да, вот там те же самые 25 тысяч рублей, да, то у тебя резко выстраивается прогрессия. У тебя, там, половина населения, там, ну, не знаю, не хорошо, не половина, там, процентов 30 населения вообще не будут платить никакого подоходного налога, а еще 30% будут платить его точно совершенно по ставке, там, ниже, чем сегодняшние 13%, да, и, в принципе, вот такая вот плоская шкала, там, с более высокой ставкой и с высоким необлагаемым уровнем, мне кажется, что она, вот с точки зрения, там, социальной справедливости, с точки зрения, там, некой прогрессивности подоходного налога, она бы работала гораздо лучше, чем вот эти путинские идеи, которые сегодня предвигаются, и мне кажется, что это идея, которую, ну, вполне можно продать обществу, да, в хорошем смысле продать, объяснить мотивации, почему это делается. А второе, что мне не нравится в современной налоговой системе России, это, ну, все, что связано с налогообложением нефти, добычей нефти и производством нефтепродуктов. Ну, вот я тебе скажу честно, да, что я попытался, ну, как-то вот для себя собрать эту схему и понять, как она работает, ну, слушай, это невозможно. Когда у тебя есть индивидуальные коэффициенты по каждому конкретному месторождению, у тебя есть индивидуальные коэффициенты для каждого, там, нефтеперерабатывающего завода, и ты должен знать эти текущие цены здесь, в ней равны, текущие цены внутренние, и считать дифференциалы. Ну, послушай, это огромное количество людей в Минфине занимается вот такой, ну, по большому счету, никому не нужной работой. Ну, вот мне кажется, что это все нужно просто что-то забыть, да, там, отменить, ну, собственно говоря, Россия идет к отмене экспортной пошлины, ввести нормальный налог на прибыль, ну, и, собственно говоря, и все, да, да, и дальше выясняется, что, ну, налог на добычу полезных ископаемых, он, конечно, тоже остается и повышается. После этого нефтяники начнут орать, что у них нет возможности развивать, там, бедные, далекие месторождения, расположенные в Восточной Сибири, но кричат, обрати внимание, государственные, да, там, даже там зависимость, там, унизительная сырьевая зависимость будет потихонечку снижаться. Ты знаешь, вот российская система налогообложения нефти, она еще сложнее, чем американский подоходный налог, в котором разобраться просто невозможно. К тому же она действительно, эта система открывает возможности для индивидуального лоббизма, как ты правильно сказал, компанию, у которых особые отношения с государством пытаются выторговать особые коэффициенты для отдельных месторождений, и это, конечно, не только проблема неэффективности, но и проблема недоверия к институтам, скажем так. Ну, там института просто нет, это, ну, знаешь, когда система налогов становится индивидуальной, это как в Советском Союзе, да, там же не было налога на прибыль в предприятии, там были индивидуальные нормативы отчисления прибыли, там, в разные фонды. Ну, вот это примерно то же самое, да, поэтому мне кажется, что это надо упразднять. И последнее, я все-таки, ну, думаю, что в России нужен налог на наследство, на, перед, на дарение на наследство, на то, чтобы, ну, что называется, поколение детей не сильно рассчитывало на те активы, которые есть у отцов. Но я считаю, что Россия подошла вплотную вот к тому моменту времени, да, когда поколение вот людей, которые сделали свое состояние в 90-е, в начале 2000-х, они взрослеют, да, и там через 10 лет начнется массовая передача активов детям. И мне кажется, что вот это вот, ну, как сказать, люди к людям не приложили никаких усилий и становятся супербогатыми, обладая, там, вот, в России всем, и, соответственно, будут непонятно каким образом, там, демонстрировать и свои новые, там, невнятные нормы поведения. Мотивация, что нужно двигаться вперед, и что новое поколение должно иметь равные возможности на старте, мне кажется, что для России это было бы очень важно. Ну, и я не знаю, там, хочешь, я сейчас тебе расскажу, да, хочешь, там, дождемся вопроса о приватизации, я считаю, что в России, конечно, можно... Это тот же самый вопрос, да, это тот же самый вопрос. Что сделать с признанием итогов приватизации, залогов, аукционов, других форм приватизации, которые российское общество сейчас считает несправедливым? Что делать, действительно, с дискуссией о том, что нужен налог на доходы от приватизированных активов? Что ты думаешь по этому поводу? Ну, посмотри, значит, я думаю, что вообще тема признания итогов приватизации – это тема работы пропагандистской машины. Вот если, там, государственные телеканалы будут говорить о том, что приватизация была проведена несправедливо, если, там, в 90-е годы по урагане они все растащили, ну, соответственно, там, через какое-то время все население страны будет этому верить. Да, если государство телевидение будет говорить нечто иное, то и через, там, очень короткое время, не знаю, через год-другой, и население по-другому будет смотреть на приватизацию, на ее итоги. Вот, поэтому, мне кажется, что это разные вещи. Я не вижу никаких юридических возможностей отменить приватизацию. Да, потому что многие активы уже, там, и не раз, и не два поменяли своих собственников, и те, кто получили активы, там, в середине 90-х, ну, они зачастую уже ушли из бизнеса, получили деньги и живут припеваючи. И если ты сегодня будешь пересматривать итоги приватизации, то ты накажешь тех, да, кто купил эти активы уже позднее. Вот. А что касается, и то же самое, знаешь, там, вот, хорошо, залоговые аукционы, это, я не знаю, я повторю фразу Черчилля, да, что демократия – это самая плохая форма правления, просто ничего лучше не придумали. Ведь в конечном итоге, да, залоговые аукционы – отвратительная форма. Она несправедливая, она нечестная, она, там, непрозрачная. Но скажи, пожалуйста, вот так, положа руку на сердце, а ты правда считаешь, что там какая-то, не знаю, там, вторая форма приватизации, в которой акции предприятий доставались всем работникам, а потом генеральный директор или финансовый директор скупал эти акции за счет прибыли предприятия. Она правда более справедливая, чем залоговая аукцион? Да нет, конечно. Бессловно, я так не считаю. Бессловно, я так не считаю. Залоговые аукционы – это символ несправедливости приватизации, потому что это самые крупные сделки и самые известные сделки. Но, конечно, во время приватизации было сделано много несправедливого, и сейчас можно об этом прочитать в воспоминаниях участников этих сделок, которые знают, что срок давности закончился, и поэтому они вполне откровенно об этом рассказывают. Не только в суде, но и журналистам. И поэтому, конечно, говорить о том, что это было сделано по закону, даже по законам тех времени, теперь очень трудно. Ну, Сергей, вот опять, да, ты говоришь, там, самые крупные активы были в залоговых аукционах. Хорошо, а «Магнитка», а «Северсталь»? Нет, нет, я согласен с тобой. Я с тобой абсолютно согласен. Поэтому, опять, мне кажется, что вопрос пересмотра итогов приватизации, ну, это, его можно долго жевать, но реально ты никаких механизмов придумать не можешь, кроме одного. Мы сейчас все отберем, вообще все, все национализируем и проведем новую приватизацию, ну, которая пройдет примерно так же, в конечном итоге. Вот, поэтому мне кажется, что с итоги приватизации нужно сказать, что, ребята, вот прошло 20, там, лет, 25 лет, давайте все-таки эту тему закроем для того, чтобы, ну, ввести какой-то, там, ну, не знаю, элемент социальной справедливости. Давайте введем налог. Вот, не знаю, там, помнишь, был список Белоусова, сколько там, два года назад, да? Да, 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 500 миллиардов, да. Ну, вот, по-моему, все вот те самые компании, которые нас осознаны на базе советских активов, ориентируются на экспорт сырья, ну, вот, хорошо, вот все эти компании мы обложим налогом по какой-то ставке. Ну, не знаю, там, например, ну, опять, да, вот смотри, мы берем там, условно, Норильский Никель, там вот есть два крупных акционера, Потанин, который купил на залоговом аукционе, а есть Русал, да, или Абрамович, да, который, вообще говоря, купили на рынке, вот, они оба должны заплатить, или только Потанин, да? И мы только... И должен ли платить Прохоров, да, должен ли платить Прохоров, который купил на залоговом акционе и вышел? Да? Прохоров Мудрый, он продал Русалу, вовремя выскочил. Вот, соответственно, если мы Потанина облагаем налогом, мы Прохорова должны обложить таким же налогом, потому что он продал это, там, 12 лет назад. Вот, ну, поэтому я бы, вот, условно, я бы сделал так, да, что вот все эти сырьевые активы, знаешь, как все акционеры получили эти сырьевые активы, независимо от того, у тебя 50% или 5 акций. Вот, ребят, вы все акционеры таких компаний договорились и заплатили какой-то налог, да, включая акционера, там, Потанина и включая акционера Алексашенко, у которого, там, 10 акций Норильского Никеля. Ну, вот, это тогда справедливо, да, вот, потому что, ну, просто брать с одного, там, и не брать с другого, брать с того, кто продал, там, 12 лет назад, ну, не брать с того, кто продал 20 лет назад. Да, Абрамович продал Сибнефть. Это как, попадает под такой налог? Ну, или не попадает? Ну, короче говоря, вот, знаешь, получается такая вот совершенно непонятная конструкция. Поэтому, в принципе, я считаю, что такой налог можно было бы одноразово сделать, но он должен быть очень простым и очень понятным и касаться всех акционеров. Вот. Хорошо. После того, как мы поговорили о долгосрочном видении эффективной и справедливой экономики, которая у тебя есть, давай представим себе ситуацию, когда есть новая команда реформаторов, у которой есть возможности двигаться в эту сторону долгосрочного видения оптимального устройства экономики. Какие, ты думаешь, нужно делать первые шаги экономическим реформаторам в России, если у них есть такая возможность? Вот, понимаешь, у тебя в вопросе содержится, наверное, самая большая ошибка реформ 90-х. В России и в начале 90-х нельзя было делать только экономические реформы, нужны были реформы политические. И в России, условно говоря, в светлой России будущего, в прекрасной России будущего, вот тоже нужно делать и экономические реформы, но самое главное, нужно делать реформы политические. Да, я не знаю, там опять мы можем говорить, собственно, о политических реформах сказать коротко, да, что это там политическая конкуренция внутри страны, что это верховенство права, независимый суд, равенство всех перед законом. Мы должны сказать, что там Россия должна уйти из Украины и там добиться снятия санкций, то есть войти в мировую экономику. Вот какие-то такие, без этих политических реформ, ну, невозможно будет сделать успешную, процветающую российскую экономику, да, поэтому это политическая... Я с тобой абсолютно согласен. Да, с этим я абсолютно согласен, да. Да, ну и еще последнее, да, там ФСБ надо упразднить. Ну, просто вот упразднить ее нельзя перестроить, да, упразднить и там создать какую-то маленькую компактную организацию, которая будет бороться там с киберпреступностью, с наркотрафиком, с международной преступностью, с торговлей оружием, ну, какими-то такими реальными проблемами национальной безопасности. Вот, а если говорить, если говорить... Ну, и для борьбы с коррупцией, очевидно, ты имеешь в виду, что нужно отменить цензуру, создать стимулы для конкурентного рынка СМИ и так далее и тому подобное, да? Нет, ну, да, 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 конечно, конечно. Реформа госслужбы. Критическая конкуренция невозможна без свободных средств массовой информации, да, конечно, конечно. Вот, если говорить об экономической части, вот, чтобы делать, то мне кажется, что, вы знаете, там, завал на завалить, там, вот ты за что? Что не возьмешься, у тебя везде ты на что-то будешь натыкаться. Опять, вот, я бы начал, там, не знаю, знаешь, как, вот, если мы что-то сказали с тобой, что по состоянию сегодня, там, экспорт сырья, точнее говоря, нефть и газ – это такой каркас российской экономики, 60% российского экспорта, ну, соответственно, надо сделать так, чтобы уж эта экспортная машина, ну, работала на полную катушку и, соответственно, свой потенциал использовала. Ну, а для этого, там, опять, в Америке, там, мне нравится американская модель, 50% нефти добывается компаниями с годовым объемом добычи меньше 2,5 миллионов тонн нефти в год. В России компании, которые добывают меньше 2 миллионов тонн нефти в год, они добывают в сумме, там, где-то 6 или 7% нефти. Да, то есть вот первое. Соответственно, нужно, чтобы крупные нефтяные компании, которые держат все лицензии, у них огромное количество неработающих скважин из-за консервированных месторождений, нужно их заставить все это дело продать. Вот просто продать даже с убытком в очень короткие сроки, да, чтобы они не говорили, что нам надо посчитать, нам нужно найти, чтобы... Вот просто, ребята, отдайте. Да, то есть должна появиться вот эта молодая конкуренция, да, в том числе и в нефтяном секторе, в том числе и в малой компании. А вторая, ну, то же самое, да, это нужно разделить. Да, чисто юридически ты имеешь в виду, что компанию лишается лицензии, если она не использует месторождение? Да, конечно. Да, конечно. Ну, принудительно, не знаю, там, вводить какие-то налоги, да. Вот опять, поскольку у нас основные компании, они все-таки государственные, опять мы берем там, да, что там, «Газпромнефть», «Роснефть». Ну, вот ты хотя бы начни с них. Начни с них, да. У тебя сразу там появится какая-то такая большая, большое пространство для конкуренции. Вот. Потом «Газпром». Ну, конечно, нужно выделять трубу и табычу, допускать всех независимых производителей к использованию трубы. Ну, собственно, та же самая конструкция, что и в «Транснефте». Да, что есть оператор, который предоставляет услугу всем, кто добывает газ, соответственно, на равных условиях. И не должно быть никакой монополии у «Газпрома» на использовании этой трубы. И я не сомневаюсь, что там добыча газа в России будет там резко нарастать. Да, ну и, соответственно, там и внутри страны, и на экспорт там будет что поставлять, да, защищать свои рынки. Вот. А дальше там у нас с тобой начинается, не знаю, там, следующий там вот по величине, да, я взял, например, там, не знаю, пересмотреть систему железнодорожных тарифов. Например, да, потому что важнейшая проблема сегодня, если там где-то процентов, наверное, уже под 30, может, чуть меньше, между там 25 и 30 процентов всех перевозок по железной дороге – это уголь. И перевозки угля, они, так сказать, убыточны для РЖД. Да, и дальше начинается вот эта система перекрестного субсидирования, что на все остальные виды товаров, соответственно, тарифы повышаются с тем, чтобы РЖД в целом выходила в плюс. И дальше ты начинаешь, ну, все эти, не знаю, там, монополии раскапывать, там, монополии издательства просвещения на учебнике. Ну, вот, классно, да, покупка учебников финансируется из бюджета, а, соответственно, список учебников, которые можно покупать школам, определяется Министерством просвещения, и в этом списке почему-то, да, случайным образом учебники только этого издательства просвещения, да, ну, там… Нужно упомянуть, кто является акционером этого издательства. Да, да, да. Нужно упомянуть, кто является акционером этого издательства. Ну, конечно, Ротенберг, конечно, Ротенберг, да. И вот мне кажется, что вот таких задач, ну, их просто какое-то совершенно неимоверное количество, да, и пока вот все эти базовые завалы ты не сможешь расчистить, ну, мне кажется, что вот там до более тонких реформ руки, конечно, не дойдут. Прежде чем пойти за более тонкими реформами, я согласен с тобой, что устранение перекрестного субсидирования, устранение монополий, естественно, приведет к повышению конкретноспособности, эффективности и экономическому росту. Но вот когда ты начинаешь обсуждать такие вопросы, возникает проблема с тем, что простой человек теряется, он не очень хорошо понимает, как устроена тарифообразование РЖД, не очень хорошо понимает, сколько стоит перевозка угля и перевозка зерна или нефти, или цемента. И тогда возникает у каждого реформатора вопрос, что сделать такого в первые же дни, месяцы, год или два года реформ, для того, чтобы население сразу поняло, что реформаторы работают не для себя и не для какого-то будущего поколения, а вот для сегодняшних граждан. Какие популярные реформы, ты думаешь, можно сделать в экономической сфере? Популярные или популистские? Популярные. Популярные. Нет, я не за то, чтобы завоевывать популярность за счет эффективности экономики. Я считаю, что наверняка есть какие-то популярные реформы. Я приведу тебе пример. Например, вот ты сказал разогнать ФСБ. Наверняка очень многие люди будут с тобой согласны. Или, например, перейти от призывной к контрактной армии. Очевидно, это популярная реформа. Есть ли такие меры в экономической сфере? В экономической сфере, ну, наверное, есть. Я бы, например, провел бы массовую чистку государственных компаний. В том плане, что приватизация – это отдельная история. Там все-таки надо смотреть. Может быть, условно говоря, Роснефть, как аналог статойлы норвежского, может функционировать, будучи государственной компанией. Поэтому я далек от мысли о том, что давайте прямо начнем с приватизации Роснефти. Но мы с тобой очень хорошо понимаем, что каждая российская государственная компания, она обладает каким-то немеренным набором непрофильных активов. Там футбольные клубы, медиадома и прочее. Ну вот я бы начал с того, что все государственные компании, они обязаны, там, просто создается при каждой общественной совет, да, соответственно, и он решает, какие активы профильные, какие непрофильные. Все непрофильные активы продаются. Я бы упразднил госкорпорации, но в первую очередь Ростех, да, потому что совершенно непонятная конструкция, очевидный вот такой монстр, который работает в статусе некоммерческой организации, неподконтрольной правительству, ну, там, ВЭП тот же самый, да, неподконтрольной парламенту, неподконтрольной обществу, вот, распоряжающийся огромными финансовыми ресурсами, там, контролирующий экспорт вооружений, и забирающий себе доходы от экспорта вооружений, и при этом, там, поглощающий какие-то все новые-новые сектора, там, и мобильную связь, и фармацевтику, и переработку мусора, ну, то есть, явно, вот, ну, уж и хорошо, вы хотите иметь, там, холдинг оборонный по производству вооружений, ну, вот, давайте мы создадим эти компании, хотя я не считаю, что, вот, компании-производители вооружений должны быть, там, 100% государственные, так, и мне кажется, что вот такая вот расчистка хозяйства, да, то есть, когда государство говорит, окей, я отдаю вот все, что мне не нужно для таких конкретных функций, а дальше будем разбираться с приватизацией. Вот такие идеи, ну, такие реформы, на мой взгляд, могли бы стать популярными. Я бы добавил здесь, я думаю, что для популярности распродажи государственных активов или активов госкорпораций, при ликвидации условного растеха, нужно будет продать сотни активов, деньги от этих распродаж, наверное, можно прямо выдать людям, да, прямо послать чек, как это сделали бы в Америке, просто бы зачислить деньги на счета граждан в равных долях, для того, чтобы было понятно, что приватизация, опять-таки, это мера, в которой я, как гражданин, имею свою долю, имею выгоду от этого, и тогда, наверное, это будет еще более популярно. А это уже будет популизм. Сергей, это уже будет популизм. Почему это будет популизм? Это мой актив, им сейчас распоряжаются какие-то непонятные люди. Почему бы мне не получить свою долю от этого актива? Тогда приватизация будет более популярной, мне кажется. И тогда у меня, и как гражданина, и у моего депутата в парламенте будут стимулы проследить за тем, чтобы продажа была конкурентной, чтобы мы получили максимальную выгоду от приватизации. Мне кажется, тогда это будет серьезный стимул для того, чтобы провести приватизацию прозрачно и выгодно. Ну, смотри, значит, давай так, я не могу сказать, что я совсем против, да, там, популизм хорош, если, ну, в общем, если он преследует благие цели. Просто о чем говорил я? Я говорил о продаже непрофильных активов. Я не думаю, что выручка от этих продаж будет очень большой. Ну, там, предположим, что если в результате мы продадим всего этого барахла там на 300 миллиардов рублей, что большие деньги, то, в принципе, там каждому российскому гражданину достанется по 2000 рублей. Ну, с одной стороны, так, конечно, для многих людей это достаточно большие деньги, но с другой стороны, вот ты понимаешь, да, что если мы пытаемся сказать, что приватизация справедливая, это твоя доля государственных активов, ну, ответ, ну, какая-то уж очень маленькая доля. Да, поэтому, ну, вот, если мы там сможем придумать, найти там, что приватизировать, да, если мы поймем какие-то реальные активы, от которых государство может отказаться, и там счет пойдет, ну, хотя бы, там, не знаю, там, 5000 на человека там, ну, а это, получается, там, 750 миллиардов. Ну, в принципе, это уж, где-то 10 миллиардов долларов, ну, такие активы еще надо поискать в России, правда? Это правда, и здесь возникает вопрос, нужно ли приватизировать сырьевые активы. Ты сказал, что ты пока в этом не уверен, но любой сырьевой актив, который остается в собственности государства, конечно, тянет на миллиарды, а некоторые даже на десятки миллиардов долларов, в зависимости от цен, мировых цен на сырье. У меня еще вопрос про популярные реформы. Ты правильно говоришь, что у нас очень много завалов. Один из завалов – это, собственно, структура государственной власти. У нас очень много разных ведомств, министерств. Считаешь ли ты, что здесь есть потенциал для слияния ведомств, закрытия ведомств? Слушай, конечно, есть. Я бы начал с того, что я бы в Конституции закрепил перечень министерств, там, условия, 15, и сказал, что все, ребята, и этот перечень не меняется. Никакой президент, никакой премьер-министр, в Америке же одни и те же министерства, они существуют, они, по-моему, создали только после 2011 года, 2001 года, после 11 сентября, это Homeland Security, Министерство внутренней безопасности. А так вот все министерства, они как-то существуют, и никому в голову они приходят разделить, переименовать, создать новое, потому что нужно какому-нибудь код-код рода устроить. И, соответственно, начинать надо с этого. Перечень министерств должен быть коротким. Дальше надо упразднить огромную кучу всяких Минстрой, Минспорт, Госконтуризм, Министерство Дальнего Востока. То есть, вот просто какие-то совершенно искусственные формирования, которые, по большому счету, никому не нужны. Ну и дальше, если ты будешь опускаться на уровень агентств, агентств, ну, не знаю, там, вот у нас есть там Министерство транспорта, а есть агентство авиационное, Росавиация, есть там Росавтодор, который вообще занимается строительством дорог, не очень понятно, почему он должен существовать там в виде агентства, а не может существовать в виде, там, публично-промовой компании, и там нормально отвечать за свою работу. На мистер, какой-нибудь Рослес, ХОС, ну, то есть, вот куча непонятных организаций, которые, ну, на мой взгляд, паразитируют. Поэтому, вот, пространство огромное, и, там, Роскомнадзор, да, ну, собственно говоря, ведомство, которое по большому счету стало вот таким продолжением советского главфлита, то есть, реально, цензура, да, цензура эры интернета, да, причем, ну, так, я бы сказал, что такая гораздо даже более жесткая, чем цензура Советского Союза. Вот, конечно, много чего надо убрать и ликвидировать. Это абсолютно верно. Возвращаясь к тем же вопросам, но с экономической точки зрения, конечно, ключевая роль здесь, это вопрос, это, ключевую роль играет структура федерализма, структура бюджетного федерализма. Ты сказал, что тебе в целом нравится структура российской налоговой системы, но в последнее время, очевидно, все больше и больше роль будет играть налог на недвижимость, который, как ты правильно сказал, в Америке играет первостепенно, имеет первостепенное значение с точки зрения финансирования, например, школьных округов, да. И в этом смысле считаешь ли ты, что система разделения доходов и полномочий по сбору налогов между федеральным центром, регионом и муниципалитетами в России в целом нормальная, с учетом того, что скоро у муниципалитетов и регионов будет больше доходов от налога на недвижимость? Или ты считаешь, что нужно каким-то образом все-таки перераспределить, например, поступление от федеральных налогов, таких как НДС, как это делается в Германии, или налога на прибыль, или налога на доходы физических лиц? Есть ли у тебя здесь точка зрения по поводу изменений структуры российского бюджетного федерализма? Конечно, есть. Я считаю, что никакого бюджетного федерализма сегодня в России не существует, что эта система... Ну, собственно, я ее начинал строить, будучи в Минфине, в 1994 году. Она просуществовала где-то там до 2003-2004 года, после чего она пошла в обратную сторону, и Минфин, сначала это делал Кудрин, а потом это делал Силуанов, они стали, с одной стороны, стягивать деньги, доходы и расходы на уровень федерального бюджета, и если в конце 90-х доля региональных бюджетов в бюджетном консолидированном бюджете составляла 60%, соответственно, а федерации — 40%, то сейчас совсем наоборот, там, что федерация — 62%, а регионы — 37%. Вот, а второе, уже, так скажем, больше шло при Силуанове, федеральный Минфин стал прописывать правила расходования бюджетов. То есть вот сегодня 98% расходов региональных бюджетов прописаны Минфином. Как считать, как финансировать, сколько можно выдать, то есть там вообще никакой самостоятельности, да, у регионов нет. У нас есть реально унитарное государство, где федеральный Минфин определяет там вот все, все как можно денег, сколько денег, куда можно потратить и на каком основании. Поэтому мне кажется, что федеральный бюджетный федерализм нужно строить с самого начала, ну, опять, называется, знаешь, как старый анекдот, да, там Ленин вернулся, там, приехал в 21 век, написал, там, в 1980-й год, и сказал, типа, уехал в Рослив, начинайте все сначала. Мне кажется, что с бюджетным федерализмом то же самое. Вот, и просто особенность доходов российского бюджета, она такая, что у нас там в консолидированном бюджете 30% это доходы от, там, добычи, экспорта нефти и газа, да. Там и дальше огромная часть доходов от внешнеэкономической деятельности, по-моему, там, чуть ли не 15% консолидированного бюджета. И вот сразу это 50% у тебя получается доходы федерального бюджета, к ним-то добавляешь НДС, ну, который работает реально только на уровне всей страны. И получается, что у тебя действительно, вот, объективно доходы консолидируются на федеральном уровне, но это означает, что просто в федеральном бюджете выделяется какая-то большая доля, не знаю, там, 3-4 триллиона рублей, да, или там, 5 триллиона, ну, с тем, чтобы вот поменять эту пропорцию от 60 на 40, по расходам уйти к 40 на 60, да. И, а дальше я недавно видел формулу в Словакии, очень классную, которую, вот, определили, каким образом, вот, они тоже примерно так же создают такой фонд, а дальше делят, ну, нужно такое между коммунами, да, на основании количества жителей, плотности, количества дорог, школу, ты-ты-ты-ты-ты-ты, какое-то количество показателей принимают во внимание, да, и вот они, там, устанавливают эту формулу, которая, там, на протяжении 3-4 лет работает, ну, и, там, посередине срока можно обсуждать ее какое-то изменение, да. Действительно, такие формулы есть, да, и такие формулы есть во многих странах, и в России в начале 21 века такая формула была, и в Германии, это тоже федеральное государство, где собирается федеральный НДС, федеральный НДС делится между землями по формулам, и в Европейском Союзе в целом тоже есть формула помощи более бедным регионам, то есть, в принципе, такую формулу можно написать, было бы желание сделать бюджетный федерализм. Тут я с тобой абсолютно согласен. И у меня к тебе вопрос, раз ты упомянул 90-е годы, я хотел тебя спросить про программу «500 дней». Ты был одним из авторов программы «500 дней», и я хотел бы у тебя спросить, насколько ты считаешь, эта программа была хорошо написана, насколько вообще полезно писать программы заранее, до того, как начинаются реформы, что бы ты изменил в этой программе, и какие вообще, ты считаешь, были допущенные ошибки в 90-х годах, которых сегодня можно было бы избежать? Ну, смотри, я считаю, что программы писать нужно. Особенно в той ситуации, которая середина 90-х годов, ну, это действительно переход из одного качественного состояния в другой, да, такой нужно было делать квантовый скачок, и, ну, собственно, ничего из советской экономики, из советской государственной системы в будущее было взять нельзя. И поэтому, ну, в такой конструкции, конечно, программа была нужна. Мне кажется, что вот в тот момент, там, это, соответственно, там, июль-август 90-го года, и в обществе, и в политической элите существовало понимание, что этот переход, ну, как минимум в части экономической, от плановой экономики к рыночной, он неизбежен. И что его нужно каким-то образом совершить. И на самом деле, ну, там же была конкуренция, там была программа 500 дней, была программа правительства, там, Рыжкова, Павлова, да. Соответственно, вот, собственно говоря, как этот переход делать? Поэтому не было вопроса делать переход или не делать, а был вопрос как. И, соответственно, делали, ну, писались две программы, ну, реально двумя конкурирующими командами. Одна действующее правительство, а другая, ну, так говоря современным политологическим языком, теневое правительство, да, то есть, которые, там, те люди, которые готовы были взять на себя ответственность, прийти к власти и эти программы, программу реализовывать. И в этом отношении эта программа, мне кажется, это правильная конструкция. Я всегда говорил, что программы должны писать те, кто их собирается делать. Ну, потому что, если ты вспомнишь, там, и в 2012, там, и в каком, в восьмом писались куча программ, экспертами, которые программы были хорошие, да, или программы Грефа, ну, там, из программы Грефа хотя бы кто-то пошел в правительство, а вот те программы, которые там писались, там, в 2012 году, в 2011-2012, там вообще же никто не пошел. То есть, люди написали программу, ее положили на полку, сказали спасибо, вручили ордена и медали премии, и на этом все закончилось. Да, поэтому, вот, скажем так, программа «500 дней», она, мне кажется, была нужна. Оглядываясь назад, и вот если ее, что называется, пролистать и посмотреть, то ты поймешь, что, вообще-то говоря, основная часть того, что там было написано, была сделана. То есть, там нет особых никаких глупостей. Но если только там сделать скидку на то, что конструкция писалась, что это будет сохранение Советского Союза в лице такого, ну, единой экономической политики, какого-то конфедеративного государственного устройства, вот, то, в принципе, там, я не могу сказать, что там было что-то написано неправильно, и основная часть этих была сделана. Основные проблемы, или, там, недостатки, которые были и в этой программе, и уже дальше в 90-е годы, в реформах 90-х, это то, что, ну, мы, как авторы экономической части, мы, конечно, сильно не понимали политических вопросов, необходимости реформы политических институтов. Да, то есть, вот, мы как-то... Ведь, на самом деле же, вот, там не было правительства Гайдара, было правительство Ельцина, да, в котором была группа экономистов, которые возглавлял Гайдар, а были всякие другие министры, которыми, там, реально, там, управлял Бурбулис, там, с чем-то управлял Полторанин, а потом уже в правительстве Черномырзеля появлялись всякие скоков, лобов, зверюха, ну, которые к реформам никаких отношений не имели. Не говоря уже о том, что, там, правительство Гайдара, там, реформаторы уже после Гайдаровского правительства, они, конечно, не имели никакой власти в отношении, там, МВД, судебной системы, ФСБ, да, ну, то есть... И даже Центрального банка. Вот. Ну, это сейчас, это вот, знаешь, я говорю, что называется глобальная, да, такая проблема, потому что этого не было ни в программе 500 дней, ни этого не было, к сожалению, и в 93-е годы. То есть, вот этот вот политический аспект, знаешь, как экономику, экономическую систему меняли, а политическую систему, знаешь, как вот, опять собрали тот же самый автомат Калашникова и восстановили, ну, очень сильно похожий на Советский Союз политическую систему. А если говорить вот чисто об экономических реформах, то, мне кажется, конечно, самая большая проблема и самая большая неудача, это, ну, крайне неудачная, нерешительная политика макроэкономической стабилизации в 92-м году. Знаешь, вот, и оглядываясь назад, вообще очень странная конструкция, да, когда делалась попытка макроэкономической стабилизации в ситуации, когда, ну, реформаторы не контролировали Центральный банк. Да, собственно, ни при Матюхине, ни при Герасченко реформаторы не контролировали Центральный банк, а без этого сделать реформы невозможно. И мне кажется, что вот провал попытки стабилизации 92-го года, он, собственно говоря, обусловил такой длинный-длинный, затяжной проход, там, 93-й, 94-й, 95-й, фактически три года, и это сильно повысило цену реформ. Тяжесть реформ социальную, политическую, экономическую. Мне кажется, это была вот самая такая большая неудача реформ 90-х годов. Сергей, у меня остался один вопрос, на который можно дать вполне короткий ответ. При условии, что мы теперь знаем, что реформы нужно проводить вместе экономические и политические, нужно строить не только экономические институты, но и политические и правовые. Вот если эти реформы пойдут, как ты считаешь, они должны идти, как ты думаешь, сколько займет времени для того, чтобы Россия превратилась в страну, ну, скажем, со среднеевропейским уровнем дохода или со среднецентральноевропейским уровнем дохода, чтобы россияне, грубо говоря, жили так же, как сегодня живут чехи, словаки или поляки. Как ты думаешь, сколько это займет лет? Ты знаешь, я думаю, что два года займет некий такой подготовительный период, когда нужно создать круглый стол и договориться о том, что будет меняться в первую очередь в политической конструкции. После этого, ну, начало серьезных реформ, таких уже согласованных, это, ну, условно говоря, один президентский цикл, шесть лет, и, ну, я бы сказал, то еще лет десять для того, чтобы выйти вот на тот уровень, там, центральной Европы, уровень жизни. Да, ну, соответственно, вот что получается? Лет 15, да, даже больше, 18 лет получается. Но, к сожалению, понимаешь, Россия слишком много потеряла времени. Ведь, по большому счету, последние 10 лет, там, экономика стоит на месте, в то время как, там, вся Центральная Европа худо-бедно растет, там, на свои 3-4-5 процентов. Поэтому мы каждый год отстаем все больше и больше. И вот сегодня, я тебе называю срок, там, не знаю, условно, 15 лет, да, а через 15 лет этот срок может быть уже, там, и 30 лет, и 40 лет. Так? Ну что, тогда будем считать, что эти реформы начнутся скорее раньше, чем позже. И будем надеяться, что мы с тобой увидим Россию на уровне сегодняшних процветающих стран в Центральной и Восточной Европе, а может быть, и Западной Европе. Мы до этого доживем и это увидим своими глазами. У меня нет сомнений, что в России есть все шансы для успеха.